Андрей Грачев, друзья, ваши аплодисменты, он расскажет про криптовалютные интержи, как часть инфраструктуры, неизбежно имеющая место в нашей криптоиндустрии. Андрей, прошу 25 минут. Всем добрый день, я немножко поправлюсь, я очень попал хотел бы им быть, но я не президент. Финкс-президент, ракета. Не президент центра веб, я резидент. Резидент, прошу, начинай. Я там накажусь. К сожалению, договорка поставит. Да, а в целом остальное сюда все так, как и есть. О чем, соответственно, хотел рассказать. Мы находимся в некой такой интересной внешней ситуации, когда вы все видите, что криптовалюты падают, биткоин падает, все падает. Ну и финансовые рынки классические, как и тоже. Он показывает какие-то хорошие показатели, несмотря на то. Конечно же, это... Очень громче, пожалуйста, и ближе к организации. А он тихий. Да, продаваем. Можно продавать? Да. Так, отлично. И мой рассказ, наверное, будет о том, чем же все-таки криптовалютная биржа, ну, может быть наша, может быть такая другая, да, которая имеет сложные сервисы, может все-таки помочь развитию финансовой отрасли, эмоциональных проектов и так далее в различных государствах. Не останавливаясь на этом, мы развиваем, как раз, наши финансовые сервисы и сервисы поддержки инноваций. Ну, о них я сейчас и расскажу. Соответственно, здесь такие философские моменты, да, от чего зависит, в принципе, развитие экономики. Ну, наверное, на развитие тот диалог климата, доступность инвестиций, малого и среднего бизнеса, его, скажем так, проявление в государстве и того самого потребительского спроса, да, на который у нас ушло немножко из эпиходного выражения, но среднего класса, который формирует спрос. Мы видим здесь свой какой-то роль, как некий такой образовательный центр, как доступный какой-то источник инвестиций для компании, инновационных проектов. Я начну немножко по очереди, на мой взгляд, для того, чтобы развивался инновационный отрасль, для того, чтобы развивался малый бизнес, но я беру только инновации в нашем случае, да, финтех и эти проекты, нужно доступно финансированный, нужно какие-то знания. То есть, если мы находимся в столице или в технологических столицах, как например, в Екатеринбурге, который был разработчиком, в Усибирске, например, там люди, они живут в этой среде и четко понимают, что такое есть. Если мы возьмем какие-то регионы, которые являются технологичные, да, и многим даже сложно выбрать себе такой путь развития, как он программист или что-то связан с финансовыми технологиями, потому что просто это отсутствует и в окружении, и просто этого нет в списке того, что он может выбрать. Такое, скажем так, мягкое ограничение, да, то есть, человек просто не знает, что может это хотеть. То есть, мы как-то видим некую возможность для развития, но на данный момент совместно с Федеральной ТКП во всех ее подразделениях планируем начать обучение по финансовой грамотности, по направлению финансовой, по индиционной технологии, как для программистов, так и для соответственных людей, которые существуют финансовые выписки. Это не реклама, да, как бы ее здесь, наверное, не будет, да, хотя она, в принципе, сопряжена с нашей деятельностью, поэтому некую такую информацию доносит. Но для о чем? Если мы возьмем крупнейшие биржи, которые есть, и посмотрим, как они действуют в других странах, они действуют именно таким образом, на базе учебных учреждений, на базе каких-то бизнес-структур, на улицах, обещающие церковь, которые обучают не только по профилю бирж-трейверов, которые будут формировать наш там прибыль в живую зачет комиссии, но они обучают и края, и стартапы, и конкурентноспособности. То есть это делается в Сингапуре, в Китае, в Хомконге, в том числе, да. То есть я считаю, что это должно делаться у нас. Поэтому это начинает, наверное, делать у нас, по крайней мере, по промышленной силе. То есть здесь роль контролюбной биржи в развитии экономики, как у нас красиво названа тема, то есть я вижу следующее, что совместно с понятными структурами, обычному бизнесу, обычно людям создавать обучающие программы и доносить их к понятным будущим условиям. Словно говоря, если это торгово-помышленная повара, то есть это некие там, улучшение квалификации для сотрудников, это обучение новым навыкам, навыкам сотрудников компании, которые в этих компаниях состоят. И, соответственно, использование некой режиме силы, и силы такой актуационной региона для, скажем так, обращения внимания молодежи и широких масс населения, как раз к слову «ноторсы», создание такого некого социального лифта. То есть когда ты, находясь в условии, где 10 тысяч километров от Москвы, можешь прийти, ну, сотни-то, высветнуть в какую-то правоту, чему-то научиться, и ты попадаешь в единую такую, ну, сейчас можно сказать, децентрализованную систему, опять же, и по ней движешься вот так, куда тебе нужно. Знаете, я вижу, в такую финансовую компанию, если ты являешься какими-то талантами, в какой-то свой продукт создаешь, что тебе, как акселератор, бизнес, совместным бизнесом и с федеральной судьбой помогает, да, то есть это вот такая стабильность. Соответственно, сюда же мы подключаем учебные учреждения, например, Прихаревский университет, МГИМО, Центр Сходер-Сформации, который был у нас, да, для обучения уже в зонах присутствия студентов, то есть, словно говоря, я уже учусь в Прихаревский университет, но я в нем же могу ходить учиться на что-то, связанное с общей, с IT, с инновационными проектами и с ожогами. Вот они еще не начались. То есть, мы с... Ну, я сразу буду, если вы не против, как у нас много, такой живой диалог поддерживать. То есть, смотрите, курсы мы пока совместные клубы с Американским университетом не запустили, то есть, мы с ними встречались неделю назад в последний раз и договорились о запуске с Американским. То есть, мы как раз таки хотим не привлекать людей, которые там работали, работают и, грубо говоря, просто по-другому расскажут обычную лекцию. То есть, мы хотим давать такие международные компетенции. То есть, специалисты из Сингапура, из Японии, из Китая, из США разглашаются, потому что есть такие возможности, это в наших считаем, и за счет них повышать как раз-таки такой кругозор участников. Ну, это, наверное, то, что связано с организованием. То, что мы не можем делать, могут сделать эти индустрии, которые, опять же, их представители находятся в нашей стране, это есть и российские биржи. Да, они немного меньше по оборотам, но они могут делать то же самое. Мы думаем, вкладом в развитие, как бы, финансовой системы и поддержке кертовалютного так сказать, это точно будет. Потому что, когда делается не только маркетинг, что купи биткоин за тысячу и продай за 20, а чему-то научись. Мне кажется, это правильно и такой вклад в будущее. Про инновации. В общем и целом. Это, опять же, туда же, в сферу обучения. Ну, смотрите, да. То есть мы находимся с такой конкурентами. Чтобы в нем наши компании, которые на самом деле вливаются в больших высотах по тем же ICO, когда мы заняли третье место в количестве проектов, это показывает целеустремленность, наверное, открытость в средствах наших граждан, да, и то же самое молодежь, да. Но есть, скажем так, проекты и другие страны, которые мы никогда не узнали. Мы его знаем, когда они уже выходит на какой-то серьезный уровень. То есть, чтобы получать эту информацию объективную, да, то есть мы предлагаем, опять же, это трехком получается, но тем не менее. То есть есть некая система, в которой размещаются все IT и те проекты, которые финансируются. То есть они финансируют достаточно большое количество. Как? Расскажу это в следующем слове. Соответственно, через эту систему инвесторы, и даже фокус не на них, а другие проекты могут найти себе подобных, посмотреть и в сильную сторону. Чем-то дополнить себя и, скажем так, в жесткой конкурентной среде, когда побеждает тот, кто, соответственно, побеждает и привлекает средства. Очень такая простая история. Победитель получает собственность. То есть как раз и формируются те будущие единороги, компании, которые что-то смогут поменять и создать что-то уникальное. В этом плане мы видим некое такое сотрудничество, и оно сейчас устраивается с тем же центром компетенции человек, что есть резиденты центра здоровья, которые выбрали планы по развитию инноваций. То есть они можем, грубо говоря, являться провайдером этих инноваций, которые находятся за пределами России, и их можно высаживать и развивать здесь. Можно формировать российские команды и развивать их здесь, выносить их здесь. И создавать наши проекты, это уже не у нас, а рубежом. То есть мы можем изменить, скажем так, импорт, их новое, экспорт, их новое, хотя бы коммерческое, которое надо занимать. Ну и достойные инвестиции, это как раз это центр, каталогический переход. То есть то, что сейчас на наши вечерние рынки находятся. На мой взгляд, он у нас по своей сути как бы нет. То есть не то, что мертвых, но просто нет. То есть есть какие-то частные истории, где друзья, родственники первого труда, когда собирают люди финансированные, я не знаю все это, собрал по друзьям, а родственник что-то сделал, получилось, уже можно идти в акселератор, уже можно идти в банк и так далее. Но не у всех есть, друзья всегда, у всех есть богатыровки. А идеи и знания есть гораздо большее числа, чем хватает денег. К сожалению, у нас венчурная культура еще не разная. Поэтому, в данном случае, как в тему развития отрасли, это, видите, это предпринимательство и инновации, то есть мы и предлагаем некую там свою платформу, которая, опять же, во вход каких-то санкционных историй, только в криптовалюте, пользуясь как раз правами в сегодняшней конференции, можно привлечь и вести рецепт. На самом деле не стоит ничего, никакого из проектов. Он просто закроет к нам на сайт, просто регистрируется и попадает в некое такое инфопространство, в которое он не может попасть, если он, говоря, ну на конференции, ну еще где это, да, потому что разместил там разум. Любую комнату, где угодно, это, в самом деле, это пушка по дорогам. Есть один человек, кто готов проинвестировать, и миллион человек, которым вообще это не нужно, не готовы, мы им расскажем, взять запротивление. Здесь история в чем? Я думаю, что вы проходите регистрацию, размещаете данные в свои проекты, свои идеи, и, собственно, вы попадаете в некий маркет-порис. Маркет-порис для ценовой аудитории. То есть она состоит из, как как написано, юридических лиц с капиталом 1,5 млн долларов, не снижаемых на, опять же, наши платформы, и для физических лиц снижаемых остаток депозитов имеют 450 тысяч грамм. То есть они и дают, а люди и не дают. Если дают, то они зарабатывают в своем гране торговой комиссии, и будут потом. Если не дают, то никто ничего не потеряет. То есть это такая некая возможность адектировать множество идей в одной точке, изучать их с двух сторон. Нужно стоять, вошли инвестируют люди и говорить, смотрите. Чтобы ваш проект был более успешен, для вас требований рынка. Потому что инвестиции – это первое, на которой вы не рынки не станете очень подвесной. То нужно доработать так. То есть это как раз-таки один экспертиз и опыт. И та самая акселерация. Потому что, на мой взгляд, акселерация – когда просто дают деньги, сделают лишь бы что-то, чтобы они работали, и не думают, как они будут продаваться, когда деньги не твои, а маркетские государства. Это тупиковый плюс. Здесь – очень прагматично. Они же не способны, получают деньги, котируются, продают свои продукты, дальше уже на рынке, развиваются. Они развиваются, вымирают, и все равно. Вот такая история. Ну и токенизация реальных активов. Я на это как бы отдельно бы остановился. Сейчас таких примеров немного. То, что сделано, оно, скажем так, токенизировано, но токенизировано, не портю легитинность, скажем так. Потому что где-то не было законодательства, где-то просто дорого, где-то есть понимание рыночных механиков, нет понимания законодателей, наоборот. И, на мой взгляд, в принципе, биржа, как сейчас, в московской биржа, она является не тем, как, дериватив, какие-то активы. Создавает, там, обеспечение, поднимет, котирует, запускает деньги и так далее. То же самое можно делать и со стеблкойными, с токенизированными активами, опрос документов. Сейчас, в России, оформляется несколько компаний, которые, на базе никеля, планируют создать никеля, бумагу электронную. Понятное дело, здесь простая цель, повышение ликвидности, повышение продажа. То есть, ну, и, соответственно, если она будет стабильна, то это важно в его качестве, любые, оплатительные циклы, то она может стать, ну, какой-то заменой, к тому же USDT, который сейчас не биржен, как доллар, стоит подороже доллара, подешевле доллара, и, ну, понимать, это не видно. Почему это все не видно? Словно говоря, на данный момент, это можно сделать, это можно как-то котировать, но повсеместно его используем, это стоящие шаги, которые, на мой взгляд, будут. Это как раз-таки токенизация, в первую очередь, базовых активов, которые можно привязать с какой-то стоимостью. Это золото, это валюта, но уже в легитимном торе. Не как-то сделано, несусловно, USDT, в данном доме, что ли, данный токенизированный доллар, но по документам мы их лечим. То есть, мы дали что-то, забрали деньги, уже и граждан. Важно быть понятные подходы к аудиту, к котированию, цены на бирже и так далее. И, соответственно, маркетплейс этих самых привязанных к таким-то, неважным, к любым активам токенов. Что я купил токен, условно, но никель, если мне зачем-то надо, я этот раму никеля получил. Не важно как, не важно где, как помогли, это понятный процесс. Для чего это может быть использование? Ну, здесь все очень просто. Да, есть учетные системы, которые существуют. Ну, здесь, например, некий новый уровень этого учета, движения от товаров, финансов и прочего. Когда он будет стоить дешевле, чем текущие, соответственно, он будет стоить. На данный момент, все что можно сделать, это что-то покинезилось, на мой взгляд. То есть, это валюта. То, что stablecoin на валюту, это, наверное, сейчас самое настреливное, что будет, если он будет, опять же, stablecoin на его поколение. И stablecoin и стабильный актив, киберназон. То есть, торговые пары в долгу, торговые пары по условному долгу, которые котируются, которые всегда стоят в долгу, и понятно, что они не обеспечены, не обеспечены, не славаем, скажем так, фаундеров, независимо касаться компании, хотя бы с большой четверки, и плюс какими-то банками, то это совсем другое качество. Ну и, соответственно, его котиры ненавидят, чтобы его не подливали вниз, не поднимали век, и он стоит сохраниться. Вот. То есть, подытожил весь этот такой вот рассказ, я бы сказал в следующем, что, в принципе, независимо от принадлежности и прочего, криптовалюта и биржи, финансового института, какой вам десертат и томат? Это учить проекты людей повышать общую грампность, потому что, когда повышается, ну, как вы все знаете, а область знаний, у нас повышается область незнаний. Люди стараются узнать больше, тем самым делают больше, и вносят такой больший вклад и дальше в экономию. С одной стороны. Формировать доступность этих знаний через сорт бесплатные программы, через обмен опытным сурубежными какими-то экспертами проектами и прочим бизнесом. Ну и, соответственно, быть в тренде технологий, в тренде того, что происходит вообще в мире, и давать это бизнесу крупным, средним, чтобы опять отличные средства проходить в фокиске в объеме и идем на данный. Ну и на этом все. Здесь пару слов о будущем месте. Слайд с контактами есть, Андрей? Слайд с контактами ну, это клубы России, ссылки на сайт. Ну, вообще, Андрей, а счет песона более чем известная, можно просто гуглить, здесь мои контакты, почта, телефон отсутствует, он здесь, любые контакты можно с ним сейчас прямо вот в режиме времени. Друзья, давайте вознаградим аплодисментами Андрея Ковчева за... Аплодисменты у нас есть несколько минут для того, чтобы задать несколько вопросов. Рука поднялась, и микрофон идет к ней. Андрей, приветствую вас. Привет. Я очень хорошо знаю про ваш проект по насточке. Я хотел задать вопрос, который может быть многим интересен. Вот, последний слайд был как раз про реальный сектор экономики. Да. Насколько я знаю, одно из министерств в нашем государстве создают сейчас целую систему обучения, как научить различных нового сектора привлекать деньги через трансплани либо посредством Майсио. В общем, через некую трансформацию через токены. Скажите, а хобби сегодня уже может позволить такое решение, допустим, не знаю, пусть Балсуголь захотел привлечься дополнительное финансирование не путем выпуска корпоративных облигаций, а путем выпуска допустим, каких-то токенов, может быть даже не секьюрити, может быть через хобби такое привлечение организованное еще пока нет. Может быть. А в силу сегодняшнего законодательства это реально? Оно может быть реализовано, скажем так, вне правового поля на данный момент. То есть, условно говоря, можете выпустить что-то, не так сейчас все выпускают, да, вне российской юридиции, и это что-то, на те же самое, цифровые активы разместить на движение. То есть, это не будет стоить ничего, если это заинтересует инвестор, то есть, они в финансировании переводят. По-русски говоря, допустим, какой-то нерезидент того же классугляда может выпустить токены в другую юрисдикцию и через вашу бирю сделать привлечение. Да. А ваша монетизация в чем? Вы берете комиссию сделки? Какие у вас считают? Мы не берем с проектов никаких комиссий, в данном случае. То есть, когда проекты привлекают деньги, мы берем миссионные протяжи угрожателей наших токенов, в клубе токенов, которые инвестировали. Это первая точка инвесторации. Вторая, обычно проекты, которые привлекают бумагские инвестория, у нас же и размещаются потомные торговые. то есть, там две точки монетизации. Это размещение и это, соответственно, комиссионные программы. Ну и плюс, вы проводите споринг проекты. Да? Мы стараемся держать нейтралитет. То есть, мы проводим споринг исключительно, скажем так, на качество юридической истории проекта. Спасибо. То есть, вынимаем хорошие проблемы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова